Во всем мире Международный день учителя отмечают 5 октября. И славянские педагоги, которые занимают достойное место в сфере образования Краснодарского края, в этот день получают поздравления и слышат в свой адрес только самые добрые слова. В городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному учительскому празднику. Здесь собрались учителя, преподаватели, работники дошкольного и дополнительного образования. Дом культуры встречал гостей праздничным убранством и, конечно, выставкой достижений учащихся и студентов города и района. Здесь были и различные поделки и результаты проектных работ, ведь праздник – это повод для законной гордости. И учителя по праву гордятся достижениями своих талантливых учеников. Педагог – это тот человек, который работает с детьми, отдает им частичку своей души, своего сердца, воспитывает, развивает. И именно от того, как мы работаем с детьми, зависит, каким вырастет этот человек. Можно сказать, что мы воспитываем людей будущего. Те, кто работает сейчас в дополнительном образовании, однозначно, это люди, у которых призвание быть педагогом. Я горжусь, конечно же, педагогами нашего района, потому что я считаю, что это элита дополнительного образования. Элита не только Славянского района, но и Краснозарского края, и России, потому что об этом говорят результаты наших педагогов. Поэтому хотелось бы вот в такой день прекрасный всех поблагодарить за работу, за труд такой титанический. И пожелать, чтобы люди нашей профессии всегда были оценены по достоинству. Самое важное в работе учителя – найти общий язык с детьми, стать их лидером, увлечь и повести за собой. Вдохновленные дети заряжают энергией, дают творческие силы и желание работать. Школа – это шумный дождон, самые добрые и уютные на свете, в нашем доме, и твоем, и моем. Круглый год учебный, солнышко светит, так живет одна школа моя. Занимаясь делом важным и мирным, изучая все от ай до я, и прекрасно открывается мирно. День учителя по праву считается в России всенародным праздником. И во многом это потому, что учительство не просто работа, а призвание, образ жизни, которому общество предъявляет высокие требования. И этим требованиям учителя муниципалитета вполне отвечают. Слово «учитель», «воспитатель» есть хороший синоним – садовник. Чтобы вырастить хороший, добротный, красивый сад, нужно много потрудиться. Только учитель наполняет смыслом эту жизнь, он отдает душу детям, растит их, иногда обрезая веточки, иногда удобряя, но передавая, есть тот жизненный опыт, который потом пригодится человеку в его становлении. Вам большое спасибо за это. Вы настоящие мастера своего дела. Иславянская учительница всегда своим трудом показывала преданность своей профессии. В этот день мы вспоминаем тех людей и чтим, которые помогли нам состояться в профессии, помогли добиться каких-то успехов. Я посмотрел на молодых наших учителей, может, немножко с боязненью, скромностью, мы ходили на эту сцену, но среди них будущие руководители системы образования, директора школы и просто учителя с большой буквы. Образовательной сфере уделяется в муниципалитете очень большое внимание. Сегодняшний праздник – прекрасный повод еще раз поблагодарить учителей района за их благородный труд. И я сегодня хочу низко поклониться всем поколениям наших педагогов, которые сделали нашу систему образования. Сегодня непростое время. Учителям надо совершенствовать много новшеств. Поэтому я желаю вам терпения овладевать этими всеми новыми программами и методиками. И уверен, у вас все получится. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго. С праздником! С днем будущего! Воплощая в жизнь детские мечты и надежды родителей на лучшее будущее, учителя делают все возможное, чтобы приблизить это будущее через своих учащихся. Будущее создает учителя. И мы, видя огромный вклад, огромные результаты работы нашей отрасли, уверены за наше будущее. То, чем горда наша отрасль, это, конечно, традиции. Мы прирастаем ими, поддерживаем и ежегодно стараемся, чтобы вклад каждого из нас в традиции славянского района был весом. Я поздравляю всех с замечательным праздником, с Днем Учителя. Желаю всем здоровья. Желаю процветания вашим семьям. Желаю только приятных событий в вашей жизни. Главное достояние отрасли образования – это люди, отличающиеся знаниями, умениями и духовным богатством. О них и шла речь на мероприятии. Учить и воспитывать – это поистине призвание, которое требует огромной отдачи, душевных сил, мудрости, любви, уважения и терпения. Благодаря вам, уважаемые коллеги, дорогие мои педагоги, тысячи мальчишек и девчонок учатся, развиваются и обретают свой бесценный опыт. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш педагогический дар, благодаря которому вы выпускаете детей в жизнь. Учителя гордятся учениками, а район гордится педагогами, имена которых год за годом прославляют родной муниципалитет на краевых и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Стремиться к лучшему, к профессиональным вершинам – вот желание многих учителей. Оцениваются ученики не только по словам, к которым вы обращаетесь к детям, а по тем поступкам, по тем действиям, которые они от вас видят. И еще, мои хорошие, вы должны быть всегда интересны детям, а для этого много читайте, разбирайтесь в музыке, смотрите последние фильмы, ну и, конечно, дружите с техникой. Потому что современные ученики – это профессионал с высокой буквы, с большой буквы, а для этого нужно всегда соответствовать и растить в профессии. Чествование лучших из лучших учителей, воспитателей, преподавателей и тренеров, которые все силы отдают своей нелегкой работе, стало центральным событием торжественного мероприятия. На сцену приглашались для награждения молодые целеустремленные педагоги, которые только в нынешнем году переступили пороги учебных заведений. За большой вклад в развитие и образование района, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения чествовались победители профессиональных конкурсов. Церемония продолжилась награждением педагогов, внесших весомый вклад в копилку достижений района по итогам нынешнего года. Также ряд педагогов был отмечен благодарностями и почетными грамотами Министерства образования Краснодарского края и Российской Федерации. Звание «Заслуженный учитель Кубани» было присвоено Жанне Буряк, учителю физики и астрономии 25-й школы. В номинации «Педагог-легенда» было двое награжденных. Заслуженный учитель Кубани, директор Года России Светлана Михайловна Рудская была удостойна этого высокого звания. С 64-го года я работаю в Анастасийске, 57 лет. Общий стаж у меня на сегодня 59 лет. 60 будет на следующий год, 15 августа. Поэтому люблю свою работу, люблю людей, люблю детей. Поэтому я без них жить не могу. Но они мне дают биополе. Как я в школе занималась спортом, так я занимаюсь спортом и до сих пор. Ей было трудно сдержать свои чувства и мысли после награждения. Я благодарна всем тем, с кем я работала, у кого я училась. Работать так, чтобы наша школа всегда была первой. И учителя коллектив нашей школы остался до сих пор таким же работоспособным. Я всем говорю большое спасибо и желаю вам всего самого доброго. Педагогом-легендой была признана Зинаида Леонидовна Колотенко. Заслуженный учитель Кубани, отличник народного просвещения. 37 лет она возглавляет районную организацию профсоюза работников образования. Спасибо вам. Я понимаю то, что сегодня здесь и в этой роли, это заслуга вашей. Потому что вы всегда рядом. Это заслуга тем людям, которые всегда были учителями по всей моей жизни. И много тех, которые рядышком из вас проходят здесь. Поэтому заслуга это ваше. Честное слово. Спасибо вам. Много прекрасных сердечных слов в этот день было сказано героям торжества. И они действительно заслуживают этой похвалы. Ведь от их мастерства, знаний и умений зависит будущее муниципалитета, края и всей страны. Андрей Вишневский, Игорь Иванчугов. Программа События.